так здравствуйте здравствуйте я немножко чуть чуть не вернее даже уже не раньше зашла зашла ровно в 5 часов и сейчас пару секунд подожду прежде чем может быть народ будет заходить но это эфир привет привет это эфир собственно говоря не для сбора подписчиков сейчас на в данный момент потому что я его буду конечно записывать так же как и прежде здравствуйте я всем очень рада мы я хотела бы представить уже начнут на самом деле потому что вот народ стал подтягиваться и чтобы не тратить времени зря вашего я ну во первых представлюсь для тех кто еще не был меня зовут екатерина варади я живу в будапеште и позиционирую себя как художник хотя вот интересно что я только два года назад начала рисовать но зато сейчас посвящаю этому вообще полностью всю жизнь и на своего в виду блог в инстаграме и приглашаю в этот блог разных интересных людей но в основном все мои гости связаны с искусством хотя надо сказать что искусство вообще можно широко трактовать но пока я приглашала всех кто напрямую связан с искусством и это все все люди очень разные очень интересные с разным образованием разными интересами и вот сегодня это повтор не повтор а вторая часть нашей встречи вернее второй эфир с участием гомеопата художника и писателя наташи душины с которой мы собственно уже один раз встречались если вам это интересно то вы посмотрите обязательно первый эфир потому что первый эфир удался замечательно будем надеяться что удастся и сейчас хорошо мы си нам с ней ужасно понравилось общаться с тем что мы все живем в разных странах в разных городах и так далее мы решили что почему не пообщаться в присутствии наших друзей которые могут если могут то с нами послушать нас послушают нет так нет а мы с ней прекрасно проведем время в прошлый раз я мы закончили эфир я не смогла показать все картины наташи соответственно не смогла задать ей вопросы по этим картинам поэтому я сейчас прежде чем ее приглашать покажу вам ее работы а потому что вы знаете что в инстаграме к сожалению нельзя вот наташа пишет что я набрала картин с собой могу показывать прямо в эфире в эфире тоже покажешь и сейчас я сначала покажу уж на всякий случай чтобы было видно хорошо вот я покажу работы и потом только смогу наташу пригласить потому что в инстаграме невозможно вести диалог вот так чтобы вы видели двоих и показывать работа одновременно и так я сейчас вам покажу работа наташи вот она говорила о том что в на прошлом эфире я просто напомню что рисование рисование для нее всегда это было не было никогда никаких таких каких-то страхов она рисовала и рисует по сей день очень свободно не боясь сделать что-то не так это кстати говоря с моей точки зрения великолепно видится ну потому что видно когда человек пишет с удовольствием и когда пишет без страха вот совершенно точно что когда есть некий страх там не соответствовать чьим-то ожиданиям не соответствовать там своим ожиданиям это это всегда очень плохо вот смотрите да что я хочу хочу сказать что по моему от наташ сейчас подтвердит но я вот как так сказать художник могу сказать что мне кажется что это все работы написаны с натуры то есть не с фотографии потому что очень необычный ракурс видно живой свет видно живую постановку и наташа нам скажет про права я или нет здравствуйте все я вижу что вы приходите не всегда могу помахать вам ручкой потому что вот сейчас я например выбираю очередную публикацию потому что не могу листать к сожалению вот так вот здесь мы видим саму наташу кстати говоря вот подтверждение моих слов саму наташу которая вот с этюдником работает на натуре и опять вот видите у меня очень такой долгий процесс вы бы выбора этих фотографий тут городской пейзаж наташа ты вообще герой потому что с моей точки зрения нет ничего хуже чем нарисовать машину вот я например вот что угодно человека пожалуйста звери пожалуйста но машина это кошмар вот дальше показываю вот дальше мы вот это одна из таких основных тем творчества наташи это животные это природа и потом мы с вами узнаем это собственно я то знаю почему это так а мы узнаем у нее она нам расскажет вот раз уж мы собрались вместе вот обратите внимание пожалуйста на эту картину она ее странно так обрезал почему-то instagram значит смотрите здесь изображена в монохромный то есть черно-белом изображена девушка перед ней книга и книга залита кровью вот я хотела еще в про ну мне кажется что это про кровь по крайней мере вот мне к я хотела еще в прошлый раз спросить у наташи что это такое потому что это у нее в основном работы реалистические а это здесь явно есть какое-то какое-то сообщение для зрителей я бы очень хотела знать почему вот обратите внимание здесь узнать я не могу понять до этого все работы показывались ровно так как они у меня в галерее вот сейчас показывает совершенно какой-то другой ракурс вернее не рак уже другое как будто бы увеличение вот смотрите здесь видно опять же очень интересный ракурс самой фигуры очень сложно мне кажется здесь такие перспективные искажения вообще все что угодно страшно сложно это нарисовать и очень здорово наташа мне кажется с этим справилась дальше выбираю другой объект очередной пейзаж очень красивый машу ручками в процессе далее показываю работу которую сразу могу сказать что когда вот смотрите натюрморт я выбрал этот натюрморт в качестве обложки для поста когда сегодня я поставлю в свою ленту информацию о том что у нас был эфир с наташей и подпишу обязательно что это ее работа чтобы не было никакого и даже идея о плагиате но я делаю так всегда когда кого-то предлагаю приглашаю из художников то я ставлю в обложку его к его работу машу ручкой показываю еще несколько работ и потом мы уже подключим наташу потому что потому что очень уже хочется с ней встретиться вот смотрите опять же видно природа видно человек и видно во первых хорошо очень чувствуют наташи и пропорции человеческой фигуры и в общем движение вот посмотрите сразу же видно и явно совершенно тоже с натуры так а вообще честно говоря вот для меня с натурой написать человека трудно то есть я могу себе представить что я сижу на пленэре с его рисую но потом обязательно надо это потом дорисовывать потому что сложно кошка с котятами тоже вот звери как я говорила основном один из основных таких мотивов это новорожденные наверное котята но я вот не уверена насчет котят или по моему котята вот новорожденные котята и опять же почему я могла бы не показывать эту работу потому что кошку продюс показывали но это связано с образом жизни наташи и я поэтому заостряю ваше внимание на этой работе и ой что-то я не то сделала и по-моему да по моему все я основу все показала значит отмена и я сейчас завершу публикацию и наташа пошли мне пожалуйста запрос на подключение потому что у меня запросов сейчас нет а без твоего запроса тебя подключить я не могу я жду потому что наташа на месте вот и я сегодня в пока я жду запроса на подключение от наташи наташ если вдруг ты не видишь кнопку то просто на перезайди на эфир потому что уже было такое что не могли зайти вот 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 пришел запрос супер подключи подсоединила наташу будем ждать пока инстаграм у нас сработает потому что у нас срабатывает вообще иногда о привет привет так сейчас я попробую поставить так чтобы свою физиономию вот как нибудь интересно вот вечно так вот делаешь так сейчас я подожди наташ одну секундочку сейчас я вот вот а то чтобы меня не обрезала прям уж совсем здравствуй здравствуй солнышко здравствуй наташенька я очень тебя рада видеть здравствуйте всем добрый вечер так наташ теперь я буду тебя опять с пристрастием допрашивать понимаешь да ты готова морально так приятно и это хорошо наташ я вот хотела бы тебе задать такой вопрос ну во первых правильно ли я понимаю что практически все это рисуешь с натуры не совсем рисовать с натурой очень на самом деле то есть пейзажи конечно в основном с натурой я не вижу смысла рисовать их с фото ну да конечно фигуры в основном все таки я рисую с фото но я я я не люблю ну как я никогда не повторяю точно как на фото то есть я вот выбираю для себя что-то важное то есть я могу даже взять фигуру чью-то другую а образ у меня может быть например моего ребенка там да если у меня нет подходящей фотки ну да потому что я вот мне было очень интересно как вот например у тебя косарь да или по моему косарь или кто-то там с граблями с вилами я уже не помню ну как это я не представляю себе наверное есть художники которые прям тут могут это накидать по памяти но это прям очень сложно я один раз присутствовала сейчас так художники не делают они наверное сначала фотографируют все кто рисует фигуры да либо знаешь я что один раз была на видела прямой эфир с художником который пригласили специально балерину она танцевала на сцене и он делал наброски но он делал наброски знаешь вот буквально вот какая-то линия вот не подробно ни в коем случае буквально линия плеч да вот под каким углом по отношению к главе какие-то прям вот к закорючки буквально и по-моему он за все время пока она там танцевала израсходовал пачку бумаги потому что он буквально вот дальше в режиме раз один угол другой образ и картина вот это уже мастерство нет я думаю что потом он эту пачку берет анализирует и выбирает после этого уже пишет конечно потому что ну так прям сложно вот но все-таки я почти угадал и второй вопрос у меня который по поводу тематики твоих вообще твоих произведений и собственно говоря по поводу твоей жизни потому что я как понимаю что ты была изначально всегда городским ребенком правильно то есть жила в городе и что-то мне подсказывает конкретно подсказывает мне моя хитрость потому что я знаю что сейчас ты живешь не в городе расскажи пожалуйста вот эту историю мы живем в деревне уже десять лет ну мы решили уехать наверное я больше как бы за мужем следовала потому что это была его идея он тоже городской человек то есть он тоже абсолютно не деревенский у меня никогда не было идеи из серии там ну не люблю я вот эти там коромысла сарафаны и там печки я не очень честно говоря это любую эту романтику то есть меня она не сильно привлекает но в то же время я люблю свободу то есть мне очень мне сейчас очень душно в городе именно психологически как загнанный зверь сидишь в квартире вот а здесь конечно вот это ощущение простора оно очень помогает ну и вот мы решили как-то так у нас было уже на тот момент трое мальчиков с ними жить в двухкомнатной квартире очень тяжело вот и мы стали искать себе место но мы его искали без денег вообще совсем без денег и как его нашли и так получилось да что мы искали искали мы думали как это все сделать и в общем вышло так что мы познакомились ну точнее приехали к одному как я думала пожилому человеку он оказался молодым парнем 30-летним который жил в деревне с 18 лет а он такой прям отшельник какой-то совершенно необыкновенный чудесный человек и он собирался уезжать оттуда где мы живем мы недалеко от Москвы скажем так живем а он собирался уезжать еще дальше на север и у него здесь уже было хозяйство то есть он не хотел это все просто так ну то есть это очень все сложно животных куда-то деть то есть он хотел чтобы приехали люди которые стали бы сразу жить с животными и с хозяйством а животное это кто был? Наташа прости животное это кто? у него были кролики очень много кроликов то есть целые кролики хозяйства он жил с этого хозяйства и вот мы решили что будем тоже зарабатывать этими кроликами посылать ему деньги но потом так получилось что как раз оказался материнский капитал тут у нас такая есть штука вот который тогда как раз при исполнении трех лет ребенку он сработал и мы смогли отдать за этот дом деньги то есть вот теперь мы владельцы очень здорово Наташ а скажи мне пожалуйста сколько у тебя сейчас детей? четверо четверо то есть да это конечно вообще героизм с моей точки зрения ну как бы вообще четверо детей я не считаю что это нет я считаю что это героизм я знаю просто многих людей у кого и больше даже и знаю что при этом можно выжить для меня это в принципе очень сложно потому что у меня двое но честно говоря я ужасно завидую тем людям у которых от трех и выше детей потому что мне кажется это совершенно другая жизнь она да сложная в первые годы но это конечно это как-то очень тепло и здорово вот я не знаю вот те мои знакомые не совсем многодетная мать потому что у меня между всеми детьми довольно большая разница то есть у меня никогда не было ситуации такой вот мало-мало-меньше когда все вот по лавкам сидят и кашу просят то есть у меня большая разница ну шесть лет между почти всеми детьми между только первыми двумя три с половиной а потом вот по шесть лет и это получается каждый раз как с одним ребенком ну не знаю вот у меня между ними восемь и было сложно знать что во первых восемь это все равно вот у меня я и не могла одного ребенка оставить на другого потому что если младший начинал плакать второй начинал плакать все вместе я получала двухплачущих детей мне это вообще не надо было и плюс еще такой момент что вот семейная программа это была проблема потому что то что было интересно трехлетнему вообще неинтересно и поэтому получалось что пока они не выросли мы ходили тоже по отдельности то есть муж отдельно я отдельно и мы как-то вот для каждого свою когда разница меньше это удобнее да то что они играют вместе Да, да, да. Наташа, и вот скажи мне, пожалуйста, вот ты как бы не любишь коромысла, не любишь рушники, всякие сарафаны и так далее, тем не менее, я так понимаю, что всё-таки хозяйство-то ваше, оно, ну, понятно, что, наверное, не с коромыслами и не в сарафанах, но, в общем-то, совершенно изменило образ жизни твоей, тебе, наверное, приходится и там в огороде, да, работать, там, я не знаю. Ну, вот за огород у меня отвечает больше муж, я как-то с растениями хуже, но мы все, я каждый день пасу коз. То есть, прямо идёшь, на ужайке пасёшь коза. Так, тогда слушай, скажи мне, кто у вас есть, чтобы просто понимать масштаб бедствия. У нас есть козы, четыре дойных и ещё куча всяких разных маленьких детей, бараны, их стоить не надо, слава богу, всякие птицы, их там не считано, всякие индюки, гуси, куры и всякое такое, там, индоутки. Вот, у нас ещё периодически, откуда ни возьмись, появляются какие-то свиньи, совершенно всегда случайно. Вот, один раз нам подкинули пятерых поросят на Рождество, тут у дедушки какого-то соседа случился инсульт, и они быстро давали хозяйство, и нам вот прям подкинули пять поросят, нам пришлось их растить. Больше не хотели, а потом в этом году нам знакомый один подложил свинью, потому что он нам должен за козла. Тут у нас такие отношения, когда от козла дали, а он нам за него был должен, мы думали, как он в барашку отдал, а он отдал свинью. И мы думали, что скоро мы её, так сказать, извините, если здесь есть господа вегетарианцы, ну, в общем, думали мы, что скоро мы её съедим. А оказалось, что через несколько дней она родила, нам пришлось опять кормить этих поросят. Боже. Наташа, а скажи мне, пожалуйста, вот знаешь, я честно тебе сказать, я когда езжу, у меня муж-то из деревни, у него у меня свекровь живёт в деревне, вот я смотрела там у них, ну, свиньи, это ещё ладно. А вот когда у них там куры всякие, вот мне бы, например, ну, наверное, если бы, конечно, мои дети с голоду умирали, я бы, конечно, её зарезала, эту курицу, всё-таки. Но мне вот так жутко жалко их убивать, вот я не знаю, как вы с этим справляетесь вообще? Ну, да, это тема такая хейтерская, скажем так, да, тут сейчас сразу может этого вызвать раз, но, честно говоря... Наташа, извините, ну, все едят в магазине кур, да, да, не они лично рубят им шеи там, но, тем не менее, говядина, телятина, свинина, всё это покупается и продаётся, то есть, скажем, понимаешь, да, это вот момент такой... Ну, удовольствие не испытываем, но эта часть жизни, на самом деле, очень отрезвляет. Ну, да, во-первых, отрезвляет, во-вторых, я, знаешь, это вот тот момент, когда ты понимаешь, что всё-таки для того, чтобы есть, ну, полноценно питаться, да, ты с этим ничего сделать не можешь, и, наверное, просто получается более здравый взгляд на вещи. Просто более здравый взгляд на вещи, то есть, ты с открытыми глазами делаешь, что ты делаешь, понимаешь, что надо, вот. Наташа, они тяжело, вот всё это, я имею в виду физически, потому что их же надо кормить, надо рано вставать, надо, там, выходить на улицу, убирать за ними, то есть, это, в общем, физически такой тяжёлый труд после города-то. Не знаю, мне кажется, мы такие ленивые, и мы настолько как-то вот расслабленно живём, то есть, на самом деле, это тяжело, вот, знаете, как... Говорят, ну, и говорят, что вот надо встать в 5 утра, там, их выгнать, нет, на самом деле, это всё, конечно, вот раньше люди, когда в деревне работали, им надо было на работу в осени, то, конечно, надо встать в 5 утра и всё успеть сделать, а после работы это сделать, но мы как бы не работаем, да, мы только занимаемся этим хозяйством, ну, чё, что-то сложное. Это всё, ну, как, ну, кто-то на работу ходит в офис, а мы вот разводим всё-то и занимаемся этим трудом. Ну, ты же при этом ещё и работаешь как гомеопат. Да, поэтому у нас, слава богу, много народу, поэтому не приходится как-то вот, ну, одному человеку это всё брать на себя. Поэтому мы всё делаем по очереди. Всё мы по очереди, доим по очереди, руки не болели. Наташ, а вот скажи, пожалуйста, сколько, например, ну, я понимаю, у вас сколько, у тебя 4 дойных козы? Это же, наверное, много молока достаточно получается. Летом много, мы делаем сыр. Ага, класс. Ну, как бы жить за счёт этого ты не можешь, потому что я так понимаю, что вы не в промышленных масштабах. Тебя кормить, то есть мы ничего практически не продаём, мы всё, что делаем, всё съедаем сами. Ну, только если нас сильно просят, там, знакомые. Ну, вообще, конечно, это совершенно удивительно, потому что вот, ну, сам твой путь, да, как ты пришла в гомеопатию, вот, да, вот пишут, что мне это всё близко, как раз Таня, моя знакомая, всё это близко и знакомо, забиваешь курицу или скот не ради удовольствия, а ради пропитания. И, в общем, да, так оно и есть. По большому счёту, вот это такое, знаешь, возвращаясь к этой теме, такое, как бы у современного городского жителя, такой очень странный подход. С одной стороны, как бы я говорю, что нельзя там, ну, люди говорят, что нельзя там носить шубу, нельзя там убивать животных и так далее. При этом прекрасно идут в магазин и всё это покупают. Вот. И, да, уж тут, надо сказать, уже либо А, либо Б. Я думаю, что, например, ребёнка на вегетарианском рационе очень сложно вырастить. Хотя бы даже, если вот даже взрослый человек решит, то ребёнку это всё нужно. Молочные. В основном, да, потому что, конечно, ну, понятно, ну, тут же за полезность, да, ещё говорят про вегетарианство. Ну, вот я считаю, что посты наши, да, православные. Самое лучшее, как бы временное вегетарианское питание, это, конечно, всегда оздоравливает, это полезно, но постоянно это не совсем то, что надо. Хотя, конечно... Наташа, расскажи мне, пожалуйста, сколько километров до Москвы у вас? Ну, примерно 240. О, ничего себе! И ты ездишь на работу в Москву, вот когда у вас в центре приём, или вы сейчас онлайн только работаете? Сейчас только онлайн, а раньше, да, я просто, ну, собирала или собирала там, и раз в месяц приезжала, и прям как бы принимала, и потом уезжала. И курсы также мы вели, то есть я ездила через выходной. Наташа, вот вопрос у меня. Смотри, когда ты... Я просто рассказываю свой опыт, когда мы с мужем только... Ну, молодые были у нас, не было детей ещё. Мы купили дом недалеко от Будапешта, в 17 километров всего. Но потом, когда ребёнок родился, то да, с одной стороны дом с садом – это хорошо, но с другой стороны оказалось, что там в больницу ехать, в Будапешт, сложно, далеко. Пробка, ты до неё не доедешь даже до этой больницы. Я помню, у ребёнка был отит, у сына нашего, и мы, значит, ещё тогда гомеопатии не знали, повезли его в больницу, и в эту больницу мы из-за того, что был снегопад, ехали часа полтора, он орал непрерывно, ему было больно, естественно. Потом ещё там торчали в очереди в этой больнице, бог знает где. В общем, для меня это просто был кошмар тихий. Плюс, когда возникла необходимость его чем-то занимать, то есть там какие-то нормальные развивалки, имеется в виду всякие вот мама-ребёнок, потому что в детский сад он не ходил, выяснилось, что, в общем, всё это опять-таки в Будапеште. И получилось, что мы уехали, когда ему было там 2-3 года, мы уехали в Будапешт, он тоже был с садом, правда. И я прям страшно счастлива, что мы оттуда уехали, просто потому что здесь больше выбора. То есть здесь всё равно есть театры, я не знаю, хотя мы не часто ходим, возможность пойти на выставку, кафе там. Ну, понимаешь, да, вот этот вот комплекс, который для городского жителя, он как бы комплекс удобств. И очень важно качество обучения. Вот скажи мне, пожалуйста, у вас-то, ну, вы же с детьми уехали, всё-таки 240 километров от Москвы, то есть ты не ездишь с детьми в школу каждый день? Нет. Мы первые два года, у нас тогда только были два старших в школе, и первые два года мы учили их дома, на серийном обучении, ездили в Москву сдавать аттестации. Вот, это было так, но это было очень тяжело, потому что в Москве к этому очень плохо относятся, в школе к нам плохо относились. И потом мы, я тоже боялась деревенских школ, вот, а потом просто перешли сюда, то есть у меня всё равно два старших, они закончили дома обучение, то есть они в школе не учились. Ну, а мы уже перешли сюда на аттестации, и всё стало гораздо проще. А третий ребёнок, сын у меня, изъявил желание пойти здесь в школу. Вот, и он пошёл в школу, вот, и у нас, на самом деле, там очень интересно, такая прекрасная школа, очень маленькая, то есть там всего 42 человека со всех с первого до девятый класс, потому что школ в деревнях осталось очень мало, потому что в деревнях очень мало детей. И там у них очень интересно, что классы настолько маленькие, бывает один человек в класс, например, набран, ну, как его учить? И у них совмещают классы, получается, класс дружба, это у них называется, например, там первый, второй, третий, четвёртый вместе учатся. И ещё у них очень интересный момент, что они, им дают очень мало на питание, государство даёт, а у родителей тоже мало денег. То есть, чтобы сэкономить, они разводят свой собственный огород, дети работают на огороде, то есть весь июнь они там пропалывают, картошку там сажают, там что-то ещё там делают, морковку, то есть вот они картошку, морковку, капусту, они собирают свою рябину и шиповник, то есть вот им завали вот эти, вот эти все овощи, они там всю зиму едят, капусту квасит и столик. То есть у нас тут всё вообще просто, знаете, такая вальдорфская школа, только бесплатная. И у меня был такой француз, когда они мне говорят, ну за обеды что-то 120 рублей. И я так думаю, блин, какие обеды дорогие, я вообще думаю, ничего себе, 120 рублей. Ну ладно, думаю, пусть один день пообедает. А потом оказалось, что это за месяц. Слушай, ну вообще, конечно, это очень здорово, потому что мне кажется, вот это такое сочная жизнь, которая, ну, наверное, связи между людьми, они более глубокие получаются, более какие-то, ну знаешь, совместная работа. Все про всех всё знают вообще, на все окрестные деревни, все про всех знают, кто, куда, где уже. Мы только появились, уже все про нас знали. И, кстати говоря, это здорово, я не знаю. Школа здесь такая, настолько сильная. То есть вот, казалось бы, да, детей как бы негде учить и воспитывать. Нет, у нас такая музыкальная школа, что тут каждый преподаватель по каждому инструменту, они сами играющие, музыканты. То есть они не просто вот учат, потому что мы в музыкальную школу ходили в Москве, и там сама преподавательница, она вот просто могла сыграть одну там, не знаю, какую-то вопуле-берёзку. Она не играла, она не была практикующим музыкантом. А здесь все преподаватели, они сами играющие люди, то есть они постоянно играют, они участвуют в концертах, у них такая практика, что они играют дуэтами, часто с учениками. Вот, у них постоянные какие-то конкурсы. То есть мы здесь настолько окунулись в культурную жизнь, в том числе музыкальную, вообще у нас в Москве такого не было. Очень здорово, потому что, знаешь, я вот вижу, что, ну, во-первых, сейчас, у нас в Будапеште, правда, знаешь, такой интересный опыт, ну, Будапешт город небольшой, то есть у нас 2 миллиона живёт, вот, но у нас офис уже в одном и том же месте 30 лет, и мы, вот эта улица, она сохранила такое, знаешь, полудеревенское ощущение, то есть ты уже всех знаешь. Просто у нас нет таких больших магазинов на нашей улице, у нас именно маленькие магазинчики, которые держат частники, даже там аптеки, аптека маленькая, там эту аптеку, что мы знаем уже 30 лет, она, всё она же. Значит, все вот эти соседи наши знакомые, да, сейчас въехала пара магазинов таких больших, но всё равно, вот ты идёшь по улице, ты со всеми здороваешься, ты со всеми, как бы, как дела, там, муж проходит мимо, там, какой-то антиквар, сидит, они с ним ля-ля-ля, по ходу, значит, общаются, какие-то там тенденции в антикварном рынке, там ещё что-то, то есть есть вот эта такая сочность, которая в Москве сейчас, ну, я же тоже из Москвы изначально, мы ездим, в общем, уже такого нет, то есть всё сильно очень меняется, я не знаю, вот в Москве как-то стало более холодно, чем было, я имею в виду, не по погоде, а как-то вот по жизни. А, да, в детстве как-то было по-другому, там тоже все друг друга знали. Знали друг друга, плюс было всё равно меньше смены, ну, сейчас же, на самом деле, москвичей, те, которые вот в то время жили там, осталось, ну, по сравнению, город же вырос, то есть не потому, что понаехали, это вообще я против этого термина, как, да, и меня это, кстати говоря, ужасно коробит каждый раз, когда начинают говорить, да вот там вот чёрные, да вот, да понаехали, я думаю, боже мой, я, знаешь, вот в Москву, когда приезжают, вот выглядываешь в 5 утра, например, случайно вдруг проходя, и видишь, вот как-то куча народу вылизывает вообще эти улицы, как они никогда не были вылизаны, пока вот их не было. И меня совершенно поразило, один раз мы гуляли на детской площадке с маленьким сыном, с моим, и там пришёл, ну, видимо, таджик, убирал детскую площадку, так он чуть ли не через сито просеивал песок, чтобы в нём не было там ни окурка, ничего, и когда я с ним поздоровалась, он от меня шараснулся, то есть явно человек был просто неприучен к тому, что его замечают. И мне это настолько было больно и настолько неприятно, потому что, ну, да, я всё понимаю, что, конечно, можно задрать нос и сказать, я москвич, и кто тут понаехали, но, извините, есть куча чёрной работы, которую москвичи не очень-то хотят делать. Вот, и слава богу, что у нас есть такая возможность. Вот люди, которые приезжают и работают, я вот, по крайней мере, вижу, что у нас вылизано всё, вот куда я приезжаю всегда, там всё вылизано. Абсолютно. Наташа, а у вас в основном кто в деревнях живёт? Ещё вот старички доживают? Как вот чисто вот социально выглядит это всё? А здесь живут пожилые люди, конечно, но нет, много людей. Кстати, очень много приехавших из Москвы. Очень много. И, кстати говоря, что интересно, хозяйство держат в основном приехавшие из Москвы. То есть сами деревенские люди, им проще купить в магазине дешёвое мясо и колбасу там какую-нибудь из картонок, чем что-то держать. То есть они очень не любят это всё здесь. А вот на сключи все приезжают и держат хозяйство. А вот есть у вас какие-то взаимоотношения с государством? Вот государство как-нибудь вам помогает? Вот то, что вы... Нет. То есть вы отдельно, государство отдельно. Мы как-то стараемся к нему не лезть. То есть спокойнее будет. Знаешь, как Жванецкий. Да, сказал и государство, нет, сказали люди. И вот, Наташа, и вот на фоне этого, да, у вас на самом деле очень такая интересная получается ситуация в том плане, что и по жизни вы близко к природе, и получается, что по лечению, то есть вот по тому, о чём мы говорили, то есть мы в основном говорили в прошлый раз о гомеопатии. Я хотела бы дальше продолжить. Потому что я так понимаю, вот я... Мало кто у нас пишет комменты под видео, но я знаю очень многих знакомых, которые смотрят наш, смотрели наш эфир, и люди сказали, что интересно. Было очень интересно на самом деле, что ты очень интересный собеседник, но это я прекрасно знаю и так. Но огромное спасибо за то, что они это дело подтвердили. Вот. И я так понимаю, что всё-таки в основном народ про гомеопатию не то чтобы, ну как тебе сказать, слышали все, наверное, но слышали в основном плохое. Я тебе даже расскажу очень интересный момент, который произошёл у нас в Венгрии, значит, на венгерском телевидении. У нас есть гомеопатические аптеки официально. У нас могут принимать врачи, но только врач должен принимать гомеопат, как гомеопат. То есть он должен, кроме медицинского образования, иметь специальное гомеопатическое. То есть в университете есть такой факультет. Естественная медицина, вот эта традиционная, там есть и по китайским методам учат о гомеопатии. Вот. И тем не менее прошла достаточно большая идёт периодически кампания против гомеопатии. И, значит, диктор телевидения достаточно известный вылез перед экраном. В экране был программ, показал, насколько я помню, это был такой, знаешь, вот эта буароновская такая пластиковая фигня, вот эта вот, в которой лежит гомеопатия. И, по-моему, это было гильземиум у нас был, насколько я помню. И, значит, он сказал, вот в описании этого препарата написано, что он оказывает снотворное воздействие. Вот я вам сейчас докажу, что это всё фигня. Вот я сейчас возьму и сейчас высыплю себе на руку все шарики, которые есть, и съем. И он на глазах, значит, у публики изумлённой сожрал весь этот гильземиум и, естественно, не заснул. То есть, понятное дело, через некоторое время у него с ним ничего не произошло, его не вырвало, и он не умер, и он даже не успокоился. Лучше бы в его случае лучше бы успокоился. Но он не успокоился и сказал, вот видите, какая фигня, вам деньги берут за всякую ерунду, это всё враньё, написано, что снотворное у меня ни в одном глазу, я как был, так и есть. И, в общем, раз так, то ваша вся гомеопатия это всё надувательство и шарлатанство, сказал он. И на этом программа была завершена. То есть, гомеопата не... Кого-то они попытались спросить, но он что-то там промямлил. По-моему, они специально выбрали такого, который говорит, наверное, не очень умеет или боится камеры. И я, конечно, с одной стороны понимаю, что опозорился с точки зрения специалиста, этот человек опозорился. То есть, потому что он просто элементарно даже не позаботился о том, чтобы узнать основы вот этого метода. Но, тем не менее, на человека, который не знает, что это такое, это, естественно, повлияет. Ну как, на это? Вот прокомментируй, пожалуйста, как врач, что произошло и почему он сразу не заснул в богатырском сновке. Ну, потому что гомеопатия не обладает химическим воздействием. То есть, если бы было вещество какое-то снотворное, которое там что-нибудь блокирует, воздействует на какие-то рецепторы или что-то, то есть, это была бы химическая реакция происходила бы в организме, то тогда он бы заснул. То есть, гомеопатия, она действует только тогда, когда у человека есть в ней резонанс. То есть, действительно, действительно, вот это я тоже могу сказать, что можно съесть целую аптечку, с вами ничего не будет. Это правда. Вот, потому что у нас есть такое понятие, как прувинг, то есть, прувинг – это проба. вот с помощью прувинга на людях проверяются гомеопатические лекарства. Но для того, чтобы возник прувинг, нужно принимать гомеопатические лекарства в течение какого-то времени. То есть несколько раз, несколько дней принимать гомеопатическое лекарство, принимать, 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 и тогда возникнут симптомы этого лекарства. То есть вот так вот химического деятеля от них ждать им не стоит. Но интересно, что дело в том, что проводились исследования, есть тоже, как оказывается, в мировой науке, международной науке, есть институты, которые изучают эффекты сверхмалых доз. Ну, что интересно, что все эти эффекты сверхмалых доз, это, по-моему, какой-то на стыке наук биофизики, биохимии, все эти исследования, они проводятся на биосистемах. То есть у нас есть такой выпуск, есть у нас такой, как его назвать, журналист, наверное, да? Гордон, Александр Гордон, я не знаю, может, у вас там тоже? Да, 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 слышала, конечно, да. Вот он очень часто, у него была какая-то передача, куда он приглашал разных ученых для разъяснения, там, вопросов. Он вот с ними такой, стептически там сидит и рассуждает. И вот однажды к нему пришла женщина, руководительница нашего института изучения сверхмалых доз, эффекта сверхмалых доз. И он с ней беседовал, очень интересно. И он как раз ей говорил такую известную байку, что, ну, тогда получается, что можно бросить ключи от квартиры в Темзу, к примеру, это какого-то он там выражение, какого-то противника гомеопатии. Потом закерпнуть стакан воды и этим стаканом воды открыть дверь. Такой ха-ха-ха-ха-ха, как смешно. Вот, но интересно, что именно в биосистемах, то есть и человек, и крысы, и мышь, и растения, и пруды, и лес, это все биосистемы. И космос вообще, это биосистема. И вот гомеопатия, она проявляет свое действие только в биосистеме. То есть нельзя ждать от нее вот такого химического действия. Так это, если вы слышите топот, то это Джек, извиняюсь, конечно, тоже группа, открыл дверь, меня обнюхал, прошел везде, он сейчас с ужасом ждал, что бьет у меня лампу или нет, не сшит, он вообще умный очень. Но, так, да, у него свои представления о жизни. Прошу прощения, да, это ваш самый нужный момент. Ну вот, то есть получается, что вот в этих вот биосистемах они с помощью датчиков, вот это вот наша женщина-ученая, она рассказывала, как именно с помощью датчиков они замеряли. Эффекты сильно разведенных препаратов. Они, по-моему, феназепам там проверяли. И вот там интересная шкала, что сначала феназепам при разведении последовательном очень сильно теряет свою эффективность. Но потом наступает момент, когда эффективность поднимается до уровня изначального, а потом выходит вверх и становится больше. То есть они вот это доказали абсолютно физическими измерениями. Вот, вы можете поискать в интернете, в ютубе есть этот выпуск, если вам интересно, вот кому-то, кто смотрит сейчас эфир, можно поискать эту передачу «Гордон. Эффект сверхмалых доз». Там очень интересно, он всё рассказывает. Кстати, Наташа, у нас вот здесь написали, Илеонора Медвелл, это я знаю, наша художница, она живёт в Англии, она написала, что наш принц Чарльз очень уважает гомеопатию. Вот, и я могу сказать, что я ещё к прошлому эфиру готовилась. Я знаю, что, я читала об этом, что королевская семья, она вся в Англии, она лечится гомеопатией с 1841 года. Вот, и на самом деле я вот, я понимаю, конечно, что большинство скажет, что, ну, они, у них великолепный уровень жизни, что им там это, конечно, они живут подолгу, но вот так, если посмотреть, как умер муж королевы английской недавно, совершенно в здравом уме, водил машину до 99 лет. И, в общем, действительно, знаешь, вот такая вот смерть была, знаешь, вот какой каждая, наверное, безболезненная, непостыльная, мирная, лёг, не проснулся, то есть, знаешь, вот это вот такой какой-то момент, который, и опять же, конечно, в прошлый раз рассказывала про лошадь, та же самая была история, это ни в коем случае не хочу сказать, что лошадь и человек – это абсолютно одно и то же, но, в общем, говорит о том же, по большому счёту, что, кстати, я вот, знаешь, возвращаясь к эффекту сверху, малых доз, рассказываю мой опыт. Значит, мой, когда у меня, я не знала ещё гомеопатии тогда, у меня, когда старший сын заболел астмой, то есть, ну, мне сказали, что это астма. Я, как мамочка, которая сначала лечилась у нормальных врачей, я как, ну, астма, 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 но он всё время кашляет, спать не может, у него бронхоспазм, задыхается, и мне выдают гормоны, и говорят, что, стероиды, значит, и говорят, что это всё, это на всю жизнь, то есть, это надо при любом заболевании сразу пить. Ну, я почитала и ужаснулась, то есть, я прочитала о том, что гормоны, они подавляют иммунную систему, и симптомы убираются за счёт того, что иммунная система не работает в это время. Ну, там человеку дают антибактериальные всякие такие сяки, но сейчас уже доказали, что есть лекарственная болезнь, то есть, организм уже настолько привыкает к гормонам, что он их начинает требовать. И я в тот момент сказала, что ни за что, то есть, гормона давать я своему ребёнку не буду, и я стала искать, то есть, мы нашли, делали гимнастику Стрельниковой, гимнастику Бутейко, я возила его в астматические санатории, холодные ванны, Кнейп, по-моему, да, вот у него такая теория была лечения, кстати, очень эффективное заболевание именно холодной водой. Вот, и я тогда вышла на биорезонанс. И вот биорезонанс, он немножко похож на гомеопатию, немножко похож на классическую медицину, то есть, он с одной стороны может определить присутствие в организме любого вируса, бактерии, которые есть у него в списках, то есть, они замеряли, чисто учёные, два академика, это академик Готовский, академик Самохин, оба члена Академии, Российской Академии Наук, они изобрели этот метод, который заключается в том, что у каждого живого существа есть своё излучение электромагнитное, которое можно замерить. И они могут это, у них есть такой специальный физический прибор, который замеряет излучение человека и сверяет вот эти все излучения, которые у него есть, с излучениями различных там вирусов, бактерий, грибков, простейших глистов, там чётуха нету. Вот, и там, где есть резонанс, значит, эта бактерия и есть. И потом можно с помощью вот этого прибора дать антиизлучение и убить вот это существо. То есть, как бы, с одной стороны, они по сверхмалым излучениям могут понять, что в человеке есть, но с другой стороны, метод их работы, он не так, как в гомеопатии, то есть, всё-таки снаружи что-то, какая-то чистота, это убивает. И поэтому, с моей точки зрения, это не настолько хорошо, потому что не сам организм борется с болезнью, а ему кто-то помогает. И вот там была очень интересная история. Там можно в этом приборе, я такой прибор купила, я ездила в Москву, обучилась этому методу, потому что от этого у нас сын, ну, наполовину выздоровел однозначно, то есть, астма у него прошла. А вот с аллергией помогла уже расправиться гомеопатия, потому что у него причиной была именно гомеопатия. И вот там можно в этом приборе замерить дозировку лекарства любого. И, как выяснилось, большинство лекарств сильнее воздействуют в намного меньших дозах, нежели они прописываются. То есть, скажем, тебе там дают одну таблетку, а действует одна восьмая часть. И намного реже. То есть, вот тоже очень интересный момент, который говорит о том, о чём ты сказала. Что да, иногда вообще, кстати, вот та большая доза, она бывает неэффективна и непереносима. Там есть отдельные два показателя неэффективности и переносимости препарата. То есть, иногда препарат... Да, там же баланс между действием и противодействием. То есть, лекарство химическое действие, оно имеет после себя противоположное же по силе противодействие. Вот как вот недавно я писала пост про капли сосудосуживающих мозг. То есть, получается, что сначала сосуды сужаются, а потом они ещё больше расширяются. То есть, отёк в итоге будет ещё больше, чем был до этого. То есть, это как бы действие и противодействие. Точно так же, как наркотики, например, они действуют. Первичное их действие – это какое-то возбуждение, эйфория, восторг. Эйфория, депрессия, да, на вас. Наташа, знаешь, у меня какой вопрос ещё возник во время прошлого эфира, но мы тогда, помнишь, боялись, что не сохранится. Но сейчас, как выяснилось, больше часа можно. Помнишь, ты сказала, что вот врачи не знают о том, что определённая болезнь длится какое-то определённое количество времени. Вот ты сказала, там, 3 недели отит, 3 недели бронхит, предположим. И поэтому они начинают предлагать антибиотики сразу, ну, когда у человека, там, 2 дня уши поболели, все боятся и говорят, давайте лучше попьём антибиотики. И вот у меня такой вопрос, что вот смотри, вот человек, да, он находится один на один с системой, которая ему говорит, вся система говорит, что если ты не выпил антибиотики при отите, у тебя там будет ленингит, у тебя там разрыв всего, в общем, это будет ужасно, это будет страшно. И ему нужно, получается, как бы от этого отказаться. И непонятно к чему. То есть он на фоне гомеопатии, он также должен будет вынести эти 2 недели тяжело с температурой и в болях? Или как это работает? Сейчас, минуточку, да, я сейчас отвечу. У меня просто почему-то стал очень тихий звук. Вот скажите, пожалуйста, так у всех, или это только у меня какие-то проблемы со связью? Нет, только у тебя. Только у тебя. То есть у меня всё хорошо. То есть я тебя слышу так же, как раньше. Ага, у меня почему-то стало очень тихо. Ну ладно, я надеюсь, что на записи всё будет хорошо. Ну да, тут получается, что мы тоже балансируем между естественным сроком болезни и помощью. То есть получается, что мы не можем прыгнуть выше головы. То есть почему гомеопатия никогда не даст врачу, гомеопату, возгордиться? Потому что очень редко бывают такие вот прям вау-эффекты. Хотя бывают, конечно же. То есть бывает так, что когда состояние очень интенсивное, ну, например, у человека дичайшая внезапная головная боль, да, там какой-то сильный спазм. Вот при таком быстром состоянии чаще всего и эффект будет быстрым. А при вяло-текущем состоянии каком-то, да, там ни то, ни сё, какая-то простуда, там что-то такое всё тянется, то и эффект от средств будет такой. Почему? Потому что это всё эффект гомеопатии зависит от жизненной силы. То есть в гомеопатии действует не само вещество, не лекарство, а действует сама жизненная сила, как бы подстёгнутая в нужном направлении. Мы толкаем жизненную силу в нужном направлении лекарством. То есть я, знаете, какой образ у меня возникает, когда вот я об этом думаю? Во-первых, ну, как считают, иногда древние всякие философы, они называли жизненную силу, то есть жизненную силу описывали все. И многие её называли жизнесмертной, во-первых. То есть почему? Потому что жизненная сила – это та сила, которая заставляет ребёнка расти, но эта же сила заставляет человека умирать, по сути дела. То есть это одна и та же сила, сила как бы динамики жизни. С другой стороны, и её считают как бы немножечко не то чтобы слепой, но она такая вот, она просто это как волна, энергия жизни, которая прёт и всегда делает так, как нужно, ну, как бы как в зависимости от устройства самого человека. То есть она всегда будет действовать именно исходя из того, как человек этот конкретный устроен. И, соответственно, когда мы даём правильно лекарство, мы должны, как гомеопат или сам человек, и, кстати говоря, иногда мама, которая просто осознала состояние ребёнка, просто увидела его, да, что вот это сейчас происходит вот именно вот так вот. Сейчас он болеет вот таким-то образом. Она увидела образ его болезни. И она сама может стать лекарством гомеопатическим для ребёнка, потому что она правильно увидела происходящее. По сути дела, когда гомеопат даёт лекарство, он тоже просто правильно видит, куда движется жизненная сила. И как бы он даёт ей добро. И мы говорим, как бы принимая средства, мы говорим, мы поняли, что ты хочешь делать, мы благословляем тебя, давай, работай. Вот. И ещё мне это напоминает, я вот всегда, образ Вия. Вот знаете, как вот этот вот Вий с такими опущенными веками. И когда он говорит, поднимите мне веки. И вот мы поднимаем веки, и он видит, да, куда идти. Вот то же самое вот этой вот немного слепой жизненной силе. Мы показываем, что вот мы поняли, мы осознали, иди туда. Всё хорошо, всё правильно, действуй. То же самое, как бы, да. Я действую гомеопатии для себя, вижу так. А что делать людям, у которых жизненная сила слабая? Вот, ну, пожилые люди, которые, скажем, особенно, ну, всю жизнь лечились там разными препаратами, то есть у них понятно, что уже очень много токсинов всего скопилось в организме, уже эффективность лечения слабая, сил мало. Как в этой ситуации? Поддерживать то, что есть максимально, то есть вот прям как с хрустальной вазой. То есть, ну, минимум надо подавляющих воздействий, потому что любое подавляющее воздействие может стать последней каплей для полного истощения жизненной силы. Она же всегда будет стремиться снова возродиться и снова дать огня, скажем так. Да, то есть она опять её подавили, а она опять пытается разрешить проблемы человека. И получается, что надо её максимально поддерживать любыми там питанием, образом жизни, там, ну, физической активностью, гомеопатией, да, именно как поддерживающей её, то есть поднимающей её, а не подавляющей. То есть любое подавляющее воздействие будет толкать человека в могилу. Да, и ты знаешь, вот я вижу, что именно в этом очень большая трудность, и в этом плане ты правильно, вот как говоришь, ну, понятно, что ты правильно говоришь, потому что ты практика, ты гомеопат, когда ты в прошлый раз сказала, что никогда гомеопатия не станет общим средством. Потому что, по большому счёту, легче намного человеку перепихнуть на ответственность на врачей и сказать, ко мне пришёл врач, вот он знает, что мне надо, он даёт мне горсть таблеток, я их пью, и я чувствую, что вот за мной стоит система, я не один. А когда ты идёшь в сторону, ну, скажем так, нетрадиционных методов... На самом деле наоборот. Хотя, да, на самом деле наоборот. Но когда вот с точки зрения системы ты идёшь в каком-то, в другую сторону, это очень страшно в первый раз. Вот ты знаешь, я когда, помню, когда я отказалась давать ребёнку, сыну своему старшему, бронхоспазмолитики и стероида, мне прямо сказали, вы убиваете своего ребёнка, вы не понимаете, что без этого он умрёт. И с этим было реально очень страшно жить, потому что я-то первый раз, то есть это сейчас я знаю уже людей, и я знаю, как бы в моей жизни было столько примеров, что для меня нелогично было бы пойти с каким-то острым состоянием в больницу, потому что я понимаю, что там будут подавлять симптомы ему. Я понимаю, что это очень вредно. То есть я через это прошла. Но мы как раз вспоминали, у меня гомеопат моя, она стала врач, она педиатр, она стала с моей подругой уже, то есть мы с ней знакомы уже, вот как мы маленькие, то есть 16,5 лет. И она вспоминала сначала, когда я даже к ней не водила ребёнка, боялась его заразить. Я, значит, когда она мне говорила, как хорошо, что у неё температура, я говорила, ты что, это ужасно. Когда у неё была температура, я просто умирала от ужаса, и сразу её, конечно, там сбивало. И для меня это была, температура был моим врагом. И прошло там какое-то количество времени, когда я понимаю, что температура – это друг, это друг, то есть он помогает нам победить болезнь. Да, это тяжело, но как бы за всё хорошее нужно платить всегда. То есть вот мама своей радостью за рождение ребёнка платит девятью месяцами, она девять месяцев готовится, она принимает какие-то страдания, и поэтому с радостью ждёт вот этого ребёнка. То есть за всё надо платить, но это же страшно. Поначалу-то это же реально страшно. Представляешь, вот так вот. Страшно. И есть эта иллюзия, что кто-то берёт ответственность твою за тебя. Да, да. Скажи, пожалуйста, Наташ, поподробнее расскажи вот о подавлении, вообще вот о том, о системе, как гомеопатия трактует подавление. Ну, поскольку мы считаем, что практически любой симптом, который возникает у человека, это знак работы жизненной силы, то есть ни один из симптомов не случайен, ни один не привнесён извне откуда-то. То есть это всё работа жизненной силы. Это всё те самые знаки, поэтому мы понимаем, что вот как и куда она действует, почему она здесь так работает. Ну, то есть тут, наверное, нужен пример какой-то. Ну, самый простой пример, опять же, это температура. Всегда все гомеопаты приводят в пример температуру. То есть если в обычной медицине температура считается симптомом, который надо устранить. У меня сейчас там записи сделали, у меня сейчас родители болеют коронавирусом, и вот пришёл врач и сделал запись, что родственники лечат, ну, это правда не правда была, родственники лечат больного парцетамолом. То есть лечат, понимаете, парцетамолу. То есть в смысле лечат? Это же, ну как лечат? То есть это же не лечат, а просто сбивают температуру. То есть гомеопаты, это, по-моему, Роберт Мендельсон такой, он даже был не столько гомеопат, сколько просто вот именно врач за естественную медицину. И он в своей книге «Исповедь еретика от медицины» есть ещё книга известная «Как вырастить ребёнка здоровым вопреки врачам». Кто не читал, почитайте, это классика. И там, по-моему, в этой книге он приводит примеры, что температура – это как лампочка, красная лампочка, которая загорается аварийной в машине. То есть когда мы забиваем температуру, мы просто выбиваем эту лампочку, да, как бы, и всё, и едем дальше. То есть смысл, да, забивания температуры. Так, ты зависла. Вот, то же самое с насморком, да. Что-то подвисает, да, немножко. Да, подвисает чёток, ага. Но пока не страшно. У меня кто-то позвониться пытается. То же самое с насморком, то же самое с кашлем, то же самое с фоносом. То есть мы любые выделения обычно очень приветствуем. Любую, ну, как бы, воспалительная реакция, она тоже нужна. А это, естественно, это первичный уровень защиты нашего организма от воздействия извне. Да, я помню, когда я считала свою гомеопату-садисткой, в том же, когда она говорила, какая у ребёнка тебе ракует? 38,5. Она говорила, отлично, великолепно. Я думаю, как же ты. И потом ещё та же самая история была с кожными выделениями. Потому что, когда идёт кожное выделение, врач-гомеопат говорит, великолепно, это так здорово. Потому что кожное выделение, это значит, что организм наружу... Решаются гипрологические проблемы. Да, он выдаёт наружу, он очищается. А как только мы это дело подавим, и вот эта классика жанра, что нам дают в дерматологической клинике всегда, это либо антибиотические, либо, значит, гормональные мази, которые убирают с поверхности то, что у нас есть, и это уходит куда-то внутрь. И вот классика жанра тоже бородавки. Вот бородавки, когда вылезают, я помню, у меня в какой-то момент на ладони вылезла бородавка. Для меня, видимо, я подцепила этот же вирус папиллома человека. Видимо, я где-то... Ослаб, наверное, организм, вот она вылезла. Я, значит, это жутко неудобно было, и я её попыталась лазером убрать. Ну, во-первых, я не говорю о том, что она там через две недели вылезла на один сантиметр там левее или правее. И в тот момент я знала, на самом деле, что не надо её удалять, но она реально очень мешала просто. И я потом её чистотелом, там той же гомеопатией, в общем, прекрасно я её выбила, и с тех пор она больше никогда не возвращалась. Но вот представить так логично, да, это же действительно так и есть. Вот идёт в организме какая-то проблема. И, например, там, камни в желчном пузыре. Мы убрали желчный пузырь, но процесс-то никуда не делся. Он продолжается дальше. Ну да, это процесс накопления. Да, да. И как-то вот надо с этим однозначно бороться, но сложно, сложно на самом деле. Это очень сложно, да. Это действительно очень сложно, потому что, опять же, я здесь, например, в деревне кому-нибудь это объяснить, здесь просто по кругу пальцев на висках, почему это есть у меня болит, я не должна выпить обезболивание. Зачем? Ну да. То есть местные не очень, ну как бы к тебе не тянутся. У меня были случаи тут, когда, например, бабушка после какая-то старенькая совсем, ну не соседка в соседней деревне, после больницы, после пневмонии как раз у нее были какие-то ужасно жуткие страхи. То есть она каждый день вызывала свою дочку из другого села, чтобы она приехала, потому что у нее нападала прям какая-то паника. Никогда такого не было. Именно после пневмонии. Видимо, это уже тогда, на самом деле, это было что-то такое из серии коронавирусных, потому что странная была пневмония какая-то у нее необычная. Но это было еще за два года, наверное, до вот этих всех наших событий. И ей тогда так помог Арсеникум, что вот я ее оставила, и там через месяц у них закончился, и дочка ее снова приехала. Говорит, дайте нам еще, пожалуйста, тех таблеток. То есть она их принимала, и ей прям становилось легче. Ну да, это, конечно... Скажи, пожалуйста, Наташ, а вот как ты считаешь, просто сейчас очень по-разному даже гомеопаты к этому относятся. Вот скажи, пожалуйста, если человек лечится антибиотиками, то гомеопатия вообще ему не поможет? Или ты считаешь, что все-таки поможет? Ну, тут надо рассуждать логически, да. То есть если у человека жизненная сила производила воспаление, это воспаление подавляется с помощью антибиотиков. То есть получается, когда мы даем гомеопатию, она будет снова стимулировать жизненную силу на воспаление, на подъем температуры. То есть это просто будет как лебедь, рак и щука, да. То есть почему? Мы же не потому, что мы такие принципиальные самодуры, да, и говорим, нет, бросьте сначала антибиотики, потом приходите. Потому что это противоречит нашим принципам. Тут не в принципах дело, а дело именно в том, что, ну, получается, что мы будем ее истощать. То есть все равно у жизненной силы тоже есть какой-то какой-то депозит. Ее же, она же не бесконечна. И получается, что мы ее таким образом будем истощать. Хотя она все равно, она способна самовосстанавливаться, да, она способна переработать практически все. То есть вообще сколько люди сейчас принимают лекарств и все еще живы. Это же вообще чудо. Вот. То есть она как море, да, если мы представим сколько в море всякой грязи и гадости, а мы туда заплываем и видим лазурную водичку, да, там даже все, все, что можно, да, и кровь, и все, и экскременты, и все, что хочешь, туда течет. И вот точно так же жизненная сила, да, то есть она способна именно за счет того, что это совокупность, что наш организм, это биосистема, там она способна поглотить очень многое, очень многое нивелировать, очень многое вырулить. Вот. Но вопрос в том, насколько ее хватит так выруливать. Ты знаешь, я просто почему задумалась над этим вообще, потому что у меня, я читала в свое время, был такой гомеопат, он, по-моему, недавно совсем умер в Греции, Джордж Витокас, как у которого... Мне кажется, да. Вот я как будто бы читала, я вот, не дай бог, что я совру, я не уверена точно. Я, честно говоря, не знала. Мне почему-то вот что-то такое, как будто, знаешь, вот на задворках подсознания, как будто бы вот недавно прошло такое. Вот. Но я в этом не уверена. Ну, скажем, предположим, даже он жив, то есть вот наш, наш современник, у него школа, то есть туда он организовал курсы по обучению врачей к нему. Вот моя врач тоже ездила. И он написал книгу, в которой он описывал случаи, ну, как вот он, в каких ситуациях, что давал. В общем, это было не ради того, чтобы сказать, какой я крутой, а чтобы научить людей. И он рассказал одну очень интересную историю. Как-то она у меня очень запала в душу. Девочка заболела очень тяжело, и врачи не могли никак ей помочь. Они вызвали... Она лежала в больнице на капельнице, уже умирала, то есть практически ничего не действовало. Там было бактериальное очень сильное заражение с стафилококками. Золотистый стафилококк была причина, но он настолько поглотил вообще все, видимо, иммунитет уже. То есть девочка с температурой там выше 40, с судорогами, знаешь, вот эти бактериальные дела, когда начинается вот эта дрожь не контролируемая, она лежала, и она вот буквально умирала. Его вызвали к ней, причем родители верили в гомеопатию, они вызвали раньше, и он не мог ей помочь. То есть вот по ее симптомам он не мог подобрать препарат. Что у тебя там бактерия. То есть индивидуальные симптомы девочки он оценивал. И в результате оказалось, что он... ...был очень сильный страх, он... А все наоборот ее хвалили, говорили, что какая она молодец, как она здорово держится. Вот. И он понял, что это просто она настолько сильно боится, что она не может проявить этот страх. И он поменял препарат на основании вот этого симптома. И девочка практически за там... за 2-3 часа у нее упала температура, ее на следующий день выписали из реанимации, и там через неделю, или там через 3 дня отпустили домой. То есть вот я думаю, что ребенок, умирающий, уже давно находящийся на антибиотиках, антибактериальных всяких вот этих возможных всех скоропомощных, и тем не менее гомеопатия все равно сработала. Вот понимаешь, как это? Формально же она не должна была уже работать, да? Вот если... Нет, ну... Ну, все-таки вот в том-то и дело, что жизненная сила, она имеет, слава богу, большой ресурс. Такой, чтобы сделать большой рывок. Вот слава богу, это так. Да, это точно. Наташ, а вот сейчас, ну, мы с тобой уже встречались, наверное, неделю-две назад, да, прошло где-то? Да, наверное, так. С тех пор, как ты видишь ситуацию по короне? Вот что у тебя, какое ощущение? Да, примерно все так же. У меня вот сейчас заболели родители, вся семья моей коллеги, они вот не болели так, то есть мы уже переболели, а вот они не болели с самого начала этого коронавируса, и вот они все переболели, все с похожими симптомами. То есть тоже легочная форма, да? Скорее всего, да. Потому что, ну, там у подруги, там, у коллеги мои, они не делали КТ. У меня, папе моему делали КТ, да, у него что-то там из серии, ну, до 15%. И ты лечишь от гомеопатии, да? Ну, в основном, да. Он, правда, там у них был эпизод, что он на три дня попал в больницу, но, слава богу, его быстро оттуда выпустили, но вернулся он хуже, конечно, чем был. Но, слава богу, сейчас уже вроде бы все восстанавливается. То есть вообще реально сейчас получается, что очень много случаев все равно, то есть реально много заболевает? Да, 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 сейчас точно, абсолютно точно, что много, правда. Наташа, а ты не связываешь это, вот, честно, лично я связываю, вот, честно тебе скажу, не связываешь ли ты это с прививками, то есть с тем, что вот большого количества людей привилось, и чем больше подавляешь вирус тот же самый, да, тем больше он растет. Не знаю, это такой сложный вопрос. Я даже, ну, может быть, отчасти это так. Я даже не знаю, честно говоря, потому что все-таки, опять же, мы гомеопаты не считаем сам вирус истинной причиной того, что сейчас происходит. То есть все равно любой вирус, он не может действовать без подобия. То есть для того, чтобы человеку заболеть, хоть чем, хоть чем угодно, нужно иметь подобие. То есть получается, что сейчас все равно весь мир, он очень подобен этому вирусу. То есть почему такое большое заражение? И ведь заражаются люди, которые вообще не имели контактов, да, ни с кем. Это же тоже очень много случаев, когда какой-нибудь там дедулечка или бабулечка сидели там два месяца, да, вот в первый карантин. Они сидели безвылазно, еду им доставляли под дверь. Да, там даже дети к ним не заходили. И они берут и заболевают. То есть как? Как это происходит? Ну, конечно, там можно говорить, что он по вентиляции залетел, но это же смешно. То есть это то, что называется спорадическое заражение, то есть или заболевание. Получается, что просто вот это общее подобие, вот этот страх, вот это нагнетение, вот это вот какое-то разобщение, да, которое между людьми происходит. То есть всё это симптомы. Все эти маски, все эти карантины, это всё симптомы этого вируса. Все эти онлайн, да, то есть мы же на самом деле в состоянии вируса, вот этого, в этом онлайн, этого дистанта, мы живём уже несколько лет, то есть уже давно. Ну, уже давно, да. Мы перешли в виртуальное пространство, да. Вот, и поэтому нас загоняют в электронную тюрьму. Да куда ж нас загоняют? Мы уже давным-давно в ней. Что ж тут? Ты знаешь, Наташа, о чём я вспомнила? Я вспомнила о книжке, которую я читала. Есть такой гомеопат индийский, фамилия у него, не помню имени, Шанкаран. Вот, и у него есть книга о миазмах. Ну, миазмы – это такие заболевания, которые типичны. Ну, я, наверное, неправильно дам определение, ты потом меня поправишь. То есть заболевания типичные для определённого времени, в котором находится человечество, и которые влияют потом на генетику, то есть, скажем, влияют на дальнейшее развитие рода. Вот, и он очень, ну, кроме того, что действительно есть такие болезни, как там туберкулез, гонорея, несколько, там, ТИФ, по-моему, да, которые являются таким... Сифильд, ну, у него 12, по-моему, миазмов. Вообще-то Генеланам было выделено 3 миазма. А он там, да, он там 12 миазмов выделил каких-то. У него спорная теория миазмов. У него спорная теория, да. Но я то, я согласна абсолютно, мне только, знаешь, что запомнилось там, что он говорил, что у каждого заболевания есть своё время. То есть, вот, скажем так, вот была, например, проказа в какое-то время. Вот если, ну, библейское время, вот мы читаем, да, там прокажённые были прям реально проблемы. И он очень так, у него книгу очень интересно составлен, но он как бы сначала пишет от имени больного, что с ним происходит. И вот проказа – это жуткая болезнь, когда там человека изолировали, выкидывали из общества, вообще не допускали ни до кого. Их все сторонились там, они жили в каких-то отдельных таких лепрозориях, ну, то есть в своих собственных поселениях, и не есть, не давали ни пить, не давали ничего. Вот. Была проказа. От проказа ничего, никакого лекарства по сей день не существует. То есть никто не придумал ни прививки, ни лекарства, ничего. И вдруг в какой-то момент проказа исчезла. То есть, ну как, она есть в определённых странах, но она не была... Да, её цикл завершился. Да, её цикл завершился. И там он называет ещё несколько заболеваний, у которых есть определённые циклы. И вот на тот момент, когда он писал книгу, это было доковидное время, он говорил, что современное заболевание, миазматическое – это рак. Потому что от сердечно-сосудистых заболеваний умирает намного больше людей, от рака умирает, от многих других, он там называет, умирает значительно больше людей, но в целом человечество боится рака больше всего. И вот в тот момент, говорит, огромное количество там средств отдаётся на изучение рака, на борьбу с ним, несравнимо меньше даётся там на борьбу с прочими другими заболеваниями. И вот тот момент был рак. И вот у меня полное ощущение, что сейчас мы живём вот именно в эру. Эра рака ушла, пришла эра ковида. Я не знаю, насколько она, сколько времени она продлится, но вот действительно то, что ты сказала, это говорит о том, что в подобии у нас есть резонанс к этому заболеванию. Вот этот страх, вот это вот. И я тут же вспоминаю библейское. Люди будут умирать от страха и от ожидания бедствий. То есть не от болезни, а от страха. То есть не умирать, даже подыхать. Издыхать там было написано дословно. Издыхать от страха и от ожидания бедствий. И вот по большому счёту, мне кажется, что в очень большом количестве случаев именно страх, вот это вот давление со всех сторон, оно является причиной того, что человек заболевает на самом деле. Да. Мне кажется. Да. И к тому же это у нас эра СМИ. Да. И это тоже эра общества употребления. Вот. И коронавирус просто всё это отражает. Вот это всё. Да. Наташа, а как ты считаешь? Вот насколько... Знаешь, я просто думаю, что... Ну, как бы логично возразить было бы, что ведь заболевают люди, даже которые ковида не боятся. Вот есть люди, которые говорят, я ковида не боюсь, там не соблюдают никаких... Ну, знаешь, вот эти антимасочники, антипрививочники, антиковидники, там прочие анти... Они вроде как ничего не боятся, и тем не менее, раз, заболевают и умирают. Как ты считаешь, это с чем связано? Ну, с тем, что это тоже симптом. То есть вот это как бы такое противление, да, вот этому всему. И такие вот вспышки вот этого вот типа того, что общественного негодования, причём такие урегулированные чаще всего, да, то есть везде же сейчас проходят бунты. Но что-то не видно, чтобы эти бунты что-то меняли. То есть как будто бы это всё тоже поглощено вот этим вот обществом потребления. Вот если говорить с философской точки зрения, есть такой бодрияр, философ, который описал, как раз ввёл этот термин общества потребления, и его очень подробно описал. Он написал свою книгу в 70-х годах, и он там тогда ещё не было даже мобильных телефонов. Но он уже там описал некий гаджет, который будет включать в себя вот всё, что мы сейчас имеем в смартфоне. вот, и он же описал там, как будет развиваться, то есть что будет всё строиться на всё равно страхе смерти, и на вот этом вот постоянно, вот это вот наш тотальный комфорт, который нас окружает, да, и несоответствие этого комфорта тому страху, который нагнетается из СМИ. То есть на самом деле мы сейчас вот просто уже, ну как, мы находимся в этом вот дискурсе каком-то, да, этого общества потребления. Этот коронавирус, это как, он, это просто как зеркало, да, это вот действительно по-другому тут быть не может. Поэтому и вот эти вот бунты, они тоже вписывают, то есть общество потребления поглощает, в том числе, недовольство, и делает его своей пищей. То есть это всё включено. О, всё включено, это тоже отсюда. Да, то есть вот этот бунт, он тоже включён в этот коронавирус, это тоже его симптом. Потому что вот если вы сейчас заметите, что прививочники и антипрививочники, как поменялось, то есть просто ты смотришь иногда на знакомых своих, и тот, кто был ярым прививочником, он вдруг сейчас стал ярым антипрививочником, и просто с пеной у рта там кричит где-то на митингах против прививок. А тот, кто был наоборот, всю эту жизнь делал прививки. Не делал прививки, да? Он сейчас бежит и в страхе делает прививку. То есть вот это, как это поменялось, вот эти полюса, как будто всё смешалось вообще. Ну да, слушай, на самом деле сейчас же, это же ещё страшный момент, что мы не знаем ничего толком. Вообще ничего, всё непонятно, и как-то это пришло, и откуда пришло, и почему пришло. Потому что, конечно, то, о чём мы сейчас говорим, это некий такой метафизический смысл у этого есть. Но далеко не все же... Ну, есть и биологический, говорят, что есть и биологический, с помощью прививок и антибиотиков. Сначала с помощью антибиотиков подавили бактериальные инфекции, которые стояли на страже. То есть они глушили все вирусы, то есть они были сильнее. Вот эти вот бактериальные инфекции. Сейчас бактериальных инфекций почти нет, их очень мало. Вот. Потом был вирус гриппа очень сильный, вирус герпеса. Зависло. Зависло. Так, что-то у нас... Завис эфир. Это интересно. Это с моей стороны или с Наташиной? Напишите, пожалуйста. Вы не... Да, вот она вышла, Наташа. Сейчас я надеюсь, что она мне пошлёт. Действительно, это как на войне Ира написала. Действительно, у меня полное ощущение, ощущение, что это как бы ощущение военных действий, то есть непонятно, когда что произойдёт. И в то же время ощущение какой-то абсолютно нелогичности, нелогичности происходящего. Так, у меня Наташа прислала запрос. Выхожу в прямой эфир с Наташей, принимаю её запрос. Наташа, вы тебя-таки подключили. Мы, Николай Второй. Вот. Не волнуйтесь, не злые силы и не госслабы. Вы нас выключили. У меня просто телефон перегрелся. У меня даже вообще этого не возникло. Я, знаешь, как я не сторонник этих масонских всяких. У тебя правда он, по-моему, перегрелся. Опять зависло. Да что ж такое-то? Что ж за жизнь? Вот. Что ж за жизнь? Всё-таки на этом масоны. Всё-таки пропагандисты ковида стянут. И это, да, пишут. Только Наташа зависла. То есть я болтаю, меня слышно. А вот тебя не слышно. Наташа опять вышла. Какая-то у неё серьёзная проблема с интернетом. Будем надеяться, что сейчас телефон у неё за пару секунд вернётся. Я, кстати, попрошу Наташу в комментах к моему посту написать книги, которые она рекомендовала во время эфира. Потому что книжки, мне кажется, очень интересные. Так. Наташу опять подключаю. Так. Она не подключается. А вот подключилась. Так, Наташа, ну что, телефон у тебя отдохнул? Не знаю. Что-то перегрелся. Он у меня, видимо, больше часа говорит всё по-старому, по-старому, по-инстаграмовски. Наташа, если вдруг тебя вырубят, наверное, мы будем уже потихоньку завершать эфир. И лучше мы встретимся ещё раз. Потому что очень интересно, много осталось вопросов, которые мы не обсудили. Там лечение, предположим, хронических заболеваний, лечение заболеваний психических, каких-то психических состояний, которые там страхов, каких-то панических атак и так далее. Мне кажется, по-любому это интересно. Потому что если люди не захотят, они просто не будут подключаться. Зато кто будет подключаться, тому, может быть, мы принесём какую-то пользу. Знаешь, о чём я тебя хотела попросить? Если бы ты могла в комментах к моему посту, потому что я сделаю так же, вот я в пост напишу, что мы с тобой встречались, тебе пошлю копию, чтобы ты могла разместить у себя. И у себя и у меня, пожалуйста, напиши список тех книг, которые ты сегодня упоминала. Вот как вырастить детей не вопреки врачам, вот эта вот научно-фантастическая книжка. То есть вот эти все книги, о которых шла речь, напиши, потому что мне бы, например, очень хотелось, мне просто интересно. Вот, и это первое. Второе. Есть ли какая-то ссылка на тот материал, который ты говорила? Помнишь, острое состояние, вот курс у вас был? И ты сказала, что у вас есть записи, которые можно приобрести. У меня в сапке профиля есть ссылка на наш сайт. Ага. Посмотрите. То есть можно прямо напрямую обратиться на сайт, и там тоже вот лично я себе хочу купить, если честно, потому что я считаю, что такое для дома-то нужно, нужная вещь. Потому что, знаешь, с чем я столкнулась? Я не знаю, как ты. Ты своих детей сама лечишь, да? Да, конечно. А не страшно? Ну, я, если что, советуюсь. То есть иногда бываешь, я же мама тоже. То есть мне надо, может, охватить вот эта вот мамская паника. И у меня просто есть коллеги, которые мне могут вовремя в сапке. Да, слушай, на самом деле вот это реальный момент, потому что у меня сколько раз было, когда вот мои заболевают, и вот стоишь как дура, знаешь, ведь все как надо. Но вот, знаешь, вот это как вплотную не видишь. То есть ты не можешь отойти, знаешь, абстрагироваться и увидеть портрет вот этой болезни. Потому что у тебя вот это все вот это вот колошматит тебя от ужаса кромешного, понимаешь? И, ну, правда, сейчас, слава богу, бывает редко, но я, ну, тут опять же вопрос в тяжести. Потому что когда тяжело, тут уже не до этого. Хорошо, когда есть с кем посоветоваться. Ой, не говори, не говори. Так что, Наташ, я думаю, давай, наверное, заканчивать, потому что уже 81 минута. Огромное спасибо тебе, потому что вот опять Наташа зависла. Огромное спасибо тебе за то, что ты приходишь, за то, что ты принимаешь приглашение и нам рассказываешь такие интересные вещи. Ты действительно потрясающе интересный собеседник. Я боюсь, что Наташа опять не слышно. Давайте все-таки подождем, пока она хотя бы скажет нам до свидания, потому что я думаю, ей самой будет неприятно уходить вот так по-английски. Она таки вышла. Вот, будем надеяться, что она подключится. Огромное спасибо вам всем за то, что вы были со мной. Я бы была очень рада, если вы написали какие-то свои комменты, интересна ли вам тема. Может быть, у вас есть какие-то вопросы. Потому что нам, конечно, намного легче, даже когда вот мы разговариваем, задавать какие-то вопросы. Вот когда я задаю вопрос Наташе, то, что вас интересует на самом деле. Потому что для нас, это безусловно, что для меня, что для нее, или наоборот, что для Наташи, что для меня, вот эта тема, она очень животрепещущая. Потому что с помощью гомеопатии мы помогаем. Вот, Наташа, видите, пишет. Тогда я со всеми прощаю. Всем большое спасибо за присутствие. Сейчас я на всякий случай попробую все-таки ее подключить. Если она подключится, то она нам скажет лично до свидания. Вот, Наташ, говори до свидания сама. Вот не собираюсь я за тебя, понимаешь? Спасибо всем большое. Всем, кто присутствовал. Всем, кто нашел время. Всем спасибо тем, кто будет смотреть в записи. Я думаю, что какую-то пользу вы для себя почерпнете. Но если нет, извините. Наташенька, я вот уже тут говорила, пока ты отключалась, что огромное тебе спасибо. Мне вот с тобой действительно очень интересно говорить, потому что я настолько глубокий человек. Понимаешь, вот ты глубоко мыслишь. Очень интересные у тебя рассуждения. Они очень нетривиальные. Они дают, в общем, пищу такую для мозга. И мне кажется, это очень здорово, потому что вообще нейронные связи, они нужны дополнительные. Вот я прям чувствую, знаешь, они выбирают. Вот как выше 50, так эти нейронные связи, они раз, раз, раз. И вот общение с такими людьми, оно нейроны наши возобновляет. В большом количестве. Так что, Наташ, я желаю тебе, чтобы у тебя все было хорошо, твоим близким всем поправится. Вы наши такие герои настоящего времени, герои нашего времени. Дай Бог, чтобы у вас все было хорошо. Лечи людей, неси добро. Огромное тебе спасибо. Мы тебя очень любим, все, кто тебя видит. И огромное спасибо вам, дорогие друзья, дорогие слушатели. Действительно, и все, кто с нами были. И кто, кто будут слушать потом. Мы вам желаем, с Наташей, всем счастья, спокойствия, мира в душе. Не бойтесь ничего. Мы все вместе. И я думаю, что если мы будем вместе, если мы будем друг за друга молиться или просто друг за друга о друге хорошо думать, вот просто хорошо, чтобы понимать, что мы все действительно как родственники, на самом деле. Вот я всех людей так ощущаю. Мне кажется, что оно так и есть. Вот. И давайте мы с вами действительно друг другу давать вот на эти маленькие лучики такие тепла и радости. Вот. Спасибо вам всем огромное за то, что вы есть. До свидания. Наташенька, целую. Пока-пока. Пока.